В христианстве купол — это образ небес. Часто цвет куполов имеет свой определенный смысл. Так, золото — символ небесной славы. Купола в золотом наряде обычно посвящаются Христу. Храмы, обращенные к различным святым, венчают куполами с серебряным покрытием и такими же серебряными крестами. Зеленый цвет гласит о том, что храм возведен в честь Николая Чудотворца. А вот синие купола со звездочками, как этот, украшают храмы, посвященные Богородице, потому что звезда напоминает о рождении Христа. Всего на Успенском соборе будет установлено пять куполов. Самый величественный — центральный и четыре маленьких, уже возвышающихся по бокам. Вес каждого из них составляет около трех тонн, а центрального — больше четырех тысяч килограммов. Все купола изготовлены на Воронежском заводе. Пятый — центральный купол сложной конструкции, собран и готов к водружению. Осталось дождаться благоприятной для этого погоды. Сами звезды золотые — это нержавеющая сталь с напылением декоративным нитрит титана. Срок в течение 50 лет по сертификату, а там, я думаю, что еще и дольше прослужит, естественно. Покрытие самого купола синяя — это призма, оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Изготовитель, говорю, в течение 25 лет срок. Но если никаких технических повреждений не будет, то, я думаю, что, естественно, все это будет стоять и радовать всех людей, которые будут сюда приходить. Святых и праведных Бога Отец и Акима и Анны и всех святых помилует и спасет нас, якоплак и человека любит. Чин освящения креста и купола храма совершил митрополит Брянский Исевский Александр. Приняли участие в церемонии губернатор Брянской области Николай Денин, председатель Брянской областной думы Владимир Гайдуков, руководители строительных фирм и других компаний Брянщины, участвующих в восстановлении главной святыни Свенской обители. Позвольте, уважаемые владыши, поблагодарить всех тех людей, которые причастны к Азову сердца, откликнулись на восстановление вот этой святыни. Поэтому, уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз высказать вам слова признательности и благодарности, чтобы вот это благое дело, в котором нуждаются подавляющее большинство жителей Брянски, мы завершили. Далее губернатор Николай Денин отметил значимость столь важного события и вручил наиболее отличившимся деятелям медали в честь Олега Брянского, почетные грамоты и благодарственные письма. По окончании чина освящения состоялась презентация книги «Православные святыни Брянщины». Документально-художественное издание повествует о дорогих сердцу каждого брянского православного иконах, храмах, монастырях и соборах. После завершения установки финального купола, намеченного на самое ближайшее время, строители приступят к внутренней отделке собора. Предстоит также уложить пол, смонтировать иконостас высотой с семиэтажный дом. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События. Брянский район.